Самое крутое оружие на свете, но очень дорогое. Мечи в районе Средневековья могли позволить себе не каждый человек, потому что меч стоил, наверное, как коров, 10 точно, потому что примерно полтора килограмма железа, плюс еще ножны, украшения ножен, и все это стоило довольно дорого по тем рамкам в районе Средневековья. Железо было чуть ли не самым дорогим ресурсом. Это оружие также ближнего боя, брался щит, брался меч, и можно как защищаться, так и нападать спокойно, и можно... Он довольно практичный, он имеет дол. Кровосток. Нет, это кровосток, да, но в основном это называется долом, потому что это дополнительное ребро жесткости, то есть его тяжело согнуть, когда у него есть такие грани. Если бы этих грани не было, он бы гнулся вот так просто, это как пила обычная, двуручная такая. Он имеет... Это получается двухклинковый меч, он заточен с двух сторон, он был бы заточен, если бы это не было гуманизированным оружием. Также есть одноклинковый меч, это когда заточен с одной стороны, и он выходит просто так на острие, и все. А почему нет острия вот у... Мечами не кололи, ими рубили. Это было оружие такого одного мощного удара, который должен был решить исход битвы. Или, если рассматривать полководцев, то есть ты просто стоишь, показываешь вам туда, и они все идут драться за тебя. Ножны. Ножны имели зачастую пояса, для подвеса, получается, на плечо, для более удобной носки, так же, как и на щитах, то есть, чтобы было оптимально, удобно носить. Носить справа, слева. Как вам удобнее? Ну, лично, если вы правша, то вам удобнее будет носить слева, чтобы сделать вот так. Ножны носить здесь не за спиной, как-то нам навязывают поп-культура, фильмы и игры, потому что из-за спины будет меч, ну, крайне неудобно доставать в пыхе, в время сражения. Когда он висит на поясе, вот, взял просто так и все. Щит не мешает, привет. Щит может быть за спиной, щит может быть в руке, а когда он сносит ножны, он висит здесь, просто рукой выхватываешь и уже идешь сражаться. Подожди, сейчас, они в строю сражались или нет? Это было вот, на что это было похоже вообще? Вот, викинги идут в бой, это строй какой-то, как это вообще технически выглядит? Это выглядело как, ну, даже есть такая команда, стена щитов, люди с топорами, с мечами, в первых рядах шли с щитами, образуют так называемую стену щитов, накладывая грань своего щита, ребро, на другой щит. Так, тем самым создавая просто стену, которая была довольно тяжело пробить. Также там есть огромное количество команд, которые использовались во время битвы, перестроения, то есть это разворот, это шаг, когда одним строем все люди идут, кричат команду «Шаг», чтобы все услышали, потому что у всех могла быть шлема. У людей очень может быть много, и не каждый может услышать, что вам говорят где-нибудь оттуда. И все проговаривали команду «Шаг», создавая тем самым, как минимум, устрашение, так еще и чтобы точно все услышали. Ну, то есть вот такого, как кино, когда просто вот толпой бежим, в другую толпу, такого тоже нет? Нет, такого не... Это, я уверен, такое было, но разумнее, рационально, конечно, идти строем, и давить противника так гораздо. Это мечи каролинкского типа, то есть их производили так называемая династия каролингов. Есть огромная типология, то есть даже нескольких типологий мечей, она заключается в разных гардах и разных перекрестиях меча, или так называемом «яблоки». Допустим, это меч типа «Х», насколько я точно, если я помню. Один из самых простых мечей. По сути, это просто прямая гарда и обычно закругленное яблоко снизу перекрестие. Это тип я не назову, но он имеет, как видно, изогнутую немного гарду и яблоко, то есть тоже с формой, и сплетенную рукоятку, но это уж кому как удобно, как держаться удобнее. У меня лично кожаная ручка, это мне удобнее гораздо всего, потому что в перчатках она не скользит. Что еще можно сказать? Они заклепываются, то есть вот клинок идет, проходит он через рукоятку, выходит вот сюда через яблоко и заклепывается сверху, то есть вот обстукивается и становится заклепка. То есть меч держит и ничего не шатается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok